Сыр Еще до появления королевств и империй, гончарства и письма, металлических инструментов и оружия, существовал сыр. Уже в восьмитысячном году до нашей эры, ранние фермеры неолита, живущие в плодородном полумесяце, начали эпоху сыроварения, почти такую же древнюю, как и сама цивилизация. Развитие сельского хозяйства привело к одомашниванию овицикоз, которых научились доить древние фермеры. Но когда свежее молоко оставалось в тепле несколько часов, оно начинало киснуть. Содержащиеся в нем молочные кислоты заставляют протеины коагулировать, образовывая мягкие комочки. После открытия этого необычного свойства, фермеры начали удалять оставшуюся жидкость, позднее названную сывороткой, и обнаружили, что желтоватые комочки – это вполне съедобное, мягкое, легкодоступное блюдо. Эти комочки, или творог, стали строительными блоками сыра, которые впоследствии стали старить, прессовать, выдерживать и плавить во множество разновидностей молочных деликатесов. Открытие сыра дало людям неэлита неоспоримое преимущество для выживания. Молоко богато необходимыми протеинами, жирами и минералами, но оно также содержит большое количество лактозы, сахара, который трудно переварить многим древним и современным желудкам. Сыр в то же время может дать все преимущества молока со значительно более низким содержанием лактозы. И поскольку его можно хранить и складировать, эти необходимые питательные вещества всегда доступны во времена затяжного голода и продолжительных зим. Найденные в Турции осколки керамики, датированные VII столятием до н.э., содержат значительные остатки сыра и масла, которые в ней хранились. К концу бронзового века сыр был обычным предметом морской торговли по всему Восточному Средиземноморью. В плотно заселенных городах-государствах Месопотамии сыр стал основой кулинарной и религиозной жизни. Некоторые из ранних известных письменных источников содержат административные записи сырных код и списки разнообразных сыров, предназначенных для разных ритуалов и слоев населения по всей Месопотамии. Записи соседних цивилизаций в Турции также ссылаются на ренин. Этот побочный продукт животного происхождения, вырабатываемый желудком некоторых млекопитающих, способен ускорять и контролировать коагуляцию. Со временем этот необходимый компонент для производства сыра распространился по всему миру, позволив создать множество новых твердых сыров. Хотя некоторые культуры, консервативные в плане пищи, отвергают молочные деликатесы, большинство приняло сыр и быстро создало собственные вкусы. Кочевые монголы использовали молоко Яков, создавая твердый, высушенный на солнце бесслаг. Египтяне наслаждались творогом из козьего молока, сцеживая сыворотку через тростниковые сети. В Южной Азии молоко коагулировали разнообразными пищевыми кислотами, например, лимонным соком, уксусом, йогуртом, и вывешивали для просушивания, получая головы панира. Этот мягкий и легкий сыр добавляют в карри и соусы, или просто жарят, легко получая вегетарианское блюдо. Греки делали блоки засоленного сыра фета, а также более твердый вид сыра, похожий на современные пекорины Романо. Этот острый сыр производился в Сицилии и использовался в блюдах по всему Средиземноморью. Согласно римскому правилу, сухой сыр, или Cassius Aridus, вошел в основной рацион более чем пяти сотен тысяч солдат, охранявших границы Римской империи. А после распада Западной Римской империи, производство сыра продолжило развиваться в поместьях, которыми была усеяна средневековая Европа. В сотнях бенедиктинских монастырей, расположенных по всей Европе, средневековые монахи постоянно экспериментировали с разными видами молока, подходами к сыроварению и процессами старения, создав многие из популярных сегодня сыров. Пармезан, Рокфорт, Мюнстер и некоторые швейцарские сорта были доведены до идеала сыроварящим духовенством. В Альпах швейцарские сыровары были особенно успешными, производя множество сыров из коровьего молока. К концу 14-го столетия альпийский сыр из швейцарского округа Грюер приносил столько прибыли, что соседнее государство вторглось в высокогорный район, чтобы контролировать развивающуюся торговлю сыром. Сыр оставался популярным в эпоху Ренессанса, а индустриальная революция перенесла производство из монастырей в промышленные цеха. Сегодня каждый год в мире производится примерно 22 миллиарда килограммов сыра, которые доставляются и употребляются по всему миру. Но спустя 10 тысяч лет после своего изобретения, местные фермеры все так же наследуют своих неолитических предков, вручную создавая один из самых старых и любимых продуктов человечества. Субтитры создавал DimaTorzok